Такую кровлю, как на этом доме, мы делали впервые. Что это? Это холл. Этого здесь быть не должно. Это очень интересный прием. У нас здесь появился чердак. И как всегда в конце нашей серии будет сюрприз. Добрый день. С вами вновь я, Андрей Чирова. И сегодня мы проведем обзор дома, который мы построили в 2019 году. Дом расположен на участке 6 соток. Общая площадь дома 150 квадратных метров. Я расскажу вам обо всех этапах строительных работ, с которыми мы столкнулись. И мы заглянем внутрь дома. И как всегда в конце нашей серии будет сюрприз. Поэтому смотрите до конца. Сразу скажу самое главное, что дом построен по проекту от начала и до конца. Фундамент мы сделали монолитным ленточным с монолитной плитой перекрытия. Стены. Стены в этом доме это одна из самых красивых частей. Они выполнены из забутовочного и облицовочного кирпича с утеплителем посередине. Причем заказчик выбрал дорогой кирпич, а это накладывает определенные ограничения на качество слоистой кладки. Кровля на объекте сложная и красивая. Финишным покрытием выбрана гибкая черепица. Утеплена кровля утеплителем толщиной 200 мм. И уже по ходу стройки у нас здесь появился чердак. Его мы покажем отдельно. Строительство дома, ровно как и проектирование, не терпит спешки. Поэтому важно понимать, кто будет жить в этом доме. Этот дом спроектирован под семью из четырех человек, двое детей и двое взрослых. Поэтому мы сейчас зайдем внутрь и я вам покажу, как там все устроено. Самая важная часть дома это, наверное, гостиная. В данном проекте она реализована площадью 40 квадратных метров. И она совмещена с кухонной зоной. Здесь есть два интересных момента. Первый момент это камин, который захотел заказчик здесь сделать. И большие выходы на веранду. Стоит отметить, что для того, чтобы пространство дома было комфортным, высоту потолка нужно делать 3,3 метра, как мы здесь и сделали. В доме предусмотрены три спальни. Пойдемте посмотрим. Две детских спальни, они поменьше. И одна взрослая. Соответственно, одна спальня 12 квадратных метров. Вторая спальня 14 квадратных метров. И спальня побольше, общей площадью 17 квадратных метров. Во взрослой спальне предусмотрен гардероб. А это означает, что никаких шкафов здесь не понадобится. В доме находятся два санузла. Один санузел маленький, он находится на входе в дом. А другой санузел находится внутри дома. И здесь очень интересное окно. Вытянутое, с матовым остеклением, чтобы было комфортно находиться в ванной комнате. Размер у него 1,60 м на 80. Кстати, про окна. В этом проекте установлены окна от оконного завода Победа. Я про него рассказывал в одной из своей серий, как выбрать окна для частного дома. Ссылочка на серию, вот она. Толщина оконного профиля 76 мм. И двойной стеклопакет. Это холл. И он огромный! Это очень интересный прием, когда делается большой холл, и попадая в дом, ты сразу попадаешь в большое пространство. Этот холл площадью 17 квадратных метров. И сердце дома – это котельная. Здесь будет располагаться все отопительное оборудование, оборудование для воды и вытяжка. Соответственно, здесь будет очень много оборудования, которое создает тепло. Это и бак, и котел, и бойлер, и сушка для белья, и даже стиралка. Что это? Это подоконник! Они широкие. А для чего это? Детки смогут сидеть здесь, читать книжки и пить ароматное вино. Ты что, с ума сошел? А точнее, горячий вкусный шоколад в ожидании подарков в предновогоднюю ночь. Шоколад! Псс, парень! Этого здесь быть не должно! Эта комната появилась здесь не случайно. Мы увидели, что есть свободное пространство и предложили заказчику установить здесь мансардные окна и сделать эту комнату. В этой комнате вполне можно играть на барабанах, сделать ее своим кабинетом или просто здесь размышлять о жизни. А мансардные окна, они всегда обеспечат свет и комфорт в этой комнате. Этот чердак теплый, потому что он утеплен и сверху, и снизу. А еще здесь есть комната для всяких ненужных вещей, которую можно использовать по сезону. Несмотря на то, что опыт в строительстве частных домов уже более 10 лет, такую кровлю, как на этом доме, мы делали впервые. Достойная ширина короба, подшивка металлическим сайдингом и деревянные балки из клееного бруса, которые придают этой кровле особенный шар. Поэтому, если вам понравилась кровля, ставьте лайк, оставляйте комментарий и еще пару слов об этом доме. Конечно же, здесь есть еще что делать. Это и забор, и навес, и внутренняя отделка. Но уже сейчас нам нравится этот результат. Я вам обещал о сюрпризе сказать пару слов. Именно сейчас я вам предлагаю оставить свою заявку по ватсапу, в инстаграме, на ютубе. И вы получите лично от меня скидку 5% на всю смету по строительству дома. И помните, что на канале Андрея Чирвы мы о стройке знаем. Все, пока! Строительная компания Рич Хаус. Мы создаем красивые и комфортные пространства для жизни. Ссылка на наш сайт в описании и сейчас на экране. Обращайтесь, мы построим дом вашей мечты. Субтитры создавал DimaTorzok